Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сёстры. Сегодня хочется с вами поговорить на важную тему, о том, чего мы, как христиане, должны ожидать. Все мы, живя на этой земле, мы чего-то ожидаем. Мы ожидаем как чего-то хорошего, так, к сожалению, ожидаем и чего-то плохого. Например, в любую другую пору года, кроме лета, мы все ожидаем лето, ожидаем отпуска, ожидаем тёплых дней. Кто-то ожидает конца месяца, чтобы получить зарплату. Кто-то ожидает, что страной, наконец, будут править нормальные политики и всё изменится к лучшему. И, на самом деле, во время карантина многие ожидали, когда этот карантин уже закончится, чтобы можно было снова идти работать, делать какую-то деятельность, потому что от этой работы зависело выживание семьи, зависело благосостояние. И люди, которые особенно не имели возможности работать удалённо, они тоже находились в состоянии ожидания. Даже вчера многие люди, которые ходили в центр города, они ожидали того момента, когда будет фейерверк, чтобы только после фейерверка уже разойтись по домам. То есть для нас, для людей вообще состояние ожидания – это нормальное состояние. И, к сожалению, вот эта паника карантинная, она показала, что среди нас, даже среди нас, среди христиан, есть множество людей, которые ожидают совершенно не того, что они должны ожидать, как христиане. Видел в соцсетях, в Ютубе, в Фейсбуке множество примеров, когда люди просто бездумно распространяли разную информацию, непроверенную информацию, которая недостоверная, которая называется фейком. Рассказывали там о том, что вот-вот должен прийти антихрист, что вот чипирование, что вот прививки – это чипирование, это знак антихриста. Рассказывали там о вышках 5G, которые распространяют коронавирус, о Билли Гейтсе и о прочих глупостях рассказывали. О том, что вот-вот уже должен прийти антихрист, вот-вот уже должно быть мировое правительство и ещё какие-то другие моменты. И мало того, что люди в это верят сами и ожидают этого, к сожалению, сами, они ещё это бездумно распространяют, тиражируют через соцсети, через чаты разные, церковные чаты, церковные группы, даже по сей день можно встретить, к сожалению, такую информацию. Но и вместо того, чтобы быть источниками надежды, быть источниками вдохновения и утешения для других людей, такие люди являются просто распространителями паники, страха, истерики и вот всего того, к чему Бог нас не предназначал. И сегодня многие люди, они напуганы разной ситуацией, которая происходит. Это и ситуация эпидемиологическая, к сожалению, как вы видите, она не улучшается. И ситуация политическая в разных странах. Кто бы мог подумать, что в таких местах, например, как Минск, может быть какие-то заварушки. Я там был три года назад и ещё удивлялся тому, насколько там хорошо, чисто, красиво, стабильно, и сегодня там просто избивают людей, происходит, проливается кровь, происходит насилие. Полтора года назад был в Сиэтле, тоже не мог себе представить, что в таком цивилизованном месте, которое можно назвать практически IT-столицей мира, будут тоже беспорядки, будет опасно ходить людям, если ты белокожий, если ты не поддерживаешь вот эти вот леволиберальные движения. Но, к сожалению, всё это приходит. И наши стереотипы о стабильности, о постоянстве, они просто разрушаются. И многие люди, видя всё это, они ожидают конца света. Но, как говорил один проповедник, мы, христиане, мы призваны ожидать не конца света, а конца тьмы, когда закончится тьма, когда закончится несправедливость и беззаконие на этой земле. И давайте с вами откроем послание апостола Павла к филиппийцам, третью главу, и прочитаем с 20 по 21 стихи. Что же нам говорит Павел? Чего же он нас учит ожидать? Итак, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе всё. Вы видите, что нам говорит апостол Павел, что мы ожидаем ни гонений, ни скорби, ни политических потрясений, ни войн. Да, это всё может быть, и от этого мы не застрахованы, потому что мы живём в греховном мире, в мире, где царит зло. Но мы, как христиане, в первую очередь, мы ожидаем Господа, Господа с неба, который придёт конкретно за нами. Давайте посмотрим, что же конкретно мы ожидаем и какого именно события, связанного с пришествием Господа, мы ожидаем, события, которое произойдёт с нами. Для этого давайте откроем ещё один отрывок из другого послания апостола Павла, первое послание Коринфянам, 15 глава, с 51 по 53 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное, и смертному сему облечься в бессмертие». Как вы видите, здесь апостол Павел, опять же, уточняет, как произойдёт это событие для нас, для верующих. То есть мы не просто обжидаем какого-то абстрактного пришествия Господа, мы ожидаем конкретно момента, когда мы, как верующие люди, как церковь, будем восхищены, будем моментально преобразованы, нам будет дано моментально новое тело. Я думаю, оно будет дано первее, чем мы восхитимся, потому что это тело просто не рассчитано для таких физических перегрузок, чтобы моментально взлететь на облака. У нас просто произойдёт, так сказать, разгерметизация, если можно так выразиться. То есть Бог нам даст новое тело, и мы восхитимся. Восхитимся для того, чтобы встретиться с Господом. И это будет очень неожиданное событие. Мы ещё поговорим конкретно, почему это будет неожиданное. Это будет внезапное событие, но это же самое главное событие, которого мы ждём. Всё остальное мы можем интересоваться, можем быть в курсе, держать во внимании, но сильно не придавать этому большому значения, потому что это не то, чего мы с вами, как христиане, призваны ждать. И для того, чтобы нам с вами правильно ожидать Господа, то в первую очередь нам необходимо понимать, когда именно Его ожидать. И я сейчас не говорю о дне и часе, потому что мы знаем с вами Писание, мы знаем с вами, что Библия нас предупреждает, что никто не может знать дня и часа. Библия также предупреждает нас о том, чтобы мы были осторожными с теми людьми, которые пытаются якобы спекулировать на эту тему и претендовать на какие-то тайные знания, которые недоступны другим людям. Но Библия говорит, что мы не знаем точного дня и часа. Поэтому, когда я говорю, когда ожидать Господа, я имею в виду не конкретный день, месяц, неделю, час, а говорю определённые обстоятельства или определённую эпоху, в которой это должно произойти. И тут, к сожалению, люди по отношению к этому вопросу, они впадают в две противоположные крайности. И эти обе крайности являются, на мой взгляд, весьма ошибочными. Одни люди вообще игнорируют этот вопрос. Они считают, что это слишком сложно, на эту тему есть множество разных мнений, это твёрдая пища, это предмет, так сказать, дискуссий высоких богословов. Нам, простым христианам, это не нужно. Мы просто будем жить, просто будем ходить в церковь, молиться, делать свои какие-то дела, и потом как-то оно будет. Либо так будет, либо так будет, либо никак не будет. Ну, короче, это сильно сложно. Они говорят, что на эту тему есть разные мнения, мнения разные, они сеют разделения. Поэтому давайте же будем просто держаться от этих мнений подальше, просто не будем об этом говорить, и будем просто жить своим таким простым, приземлённым, земным христианством. Но Библия нас предупреждает, что горе нам, если мы только в земной жизни надеемся на Христа. То есть горе нам, если мы, живя даже порядочной, примерной христианской жизнью, о которой сегодня уже говорилось ранее, если мы игнорируем вот этот факт грядущего пришествия Христа и не ожидаем его так, как это нужно делать. И другие же люди, они, наоборот, впадают в другую крайность. Вы, наверное, уже вот за период эпидемии, карантина, уже видели множество видео, множество каких-то призывов. Они живут только этим. Они постоянно говорят, что вот-вот-вот уже назначают день, месяц, когда придёт Христос, когда будет Кадет Света, кто-то призывает куда-то переселяться в горы Боливии. Многие, наверное, смотрели этот ролик абсурдный. Кто-то просто говорит, имеет настолько, скажем так, наглость или такое вот нездоровое дерзновение утверждать, в каком году и в каком месяце, и даже на какой еврейский праздник придёт Христос. И, наоборот, начинает слишком спекулировать на этой теме. Но на самом деле, друзья, и та, и другая позиция, они крайне опасны. Первая позиция, она порождает такую духовную тёплость. Мы перестаём бодрствовать, мы перестаём быть на чеку, как вот те стражники на стенах, потому что мы слишком увлекаемся земным и не думаем про то, что нас ожидает впереди. Вторая позиция, она тоже опасная, потому что она создаёт такое, знаете, ненужное спекулятивное напряжение от ожидания. То есть люди под воздействием какого-то ролика, статьи или книги, они вот-вот-вот-вот, а потом раз, и ничего не происходит. И у таких людей, которые слишком много своей веры и своего ожидания инвестировали вот в это событие, которое предсказал какой-то известный блогер, и оно не произошло, у них потом наступает апатия, расхолождение, и им уже, в принципе, эта тема становится неинтересной. Они уже могут перейти вот в ту первую категорию, которая скажет, что-то оно ничего не сбывается, поэтому будем жить, как будто бы Христос не придёт. Как вы понимаете, и та, и другая позиция, она тоже весьма опасная. И когда я изучал историю ранней церкви, мне лично было интересно, период, так сказать, доникейский период, то есть когда церковь ещё не стала государственной, когда в неё ещё не пришли влиятельные люди, императоры, то есть вот какая была простая церковь, то всегда я наблюдал такую интересную картину из истории церкви, что как только церковь переставала жить ожиданием пришествия Христа, хотя, заметьте, прошло 2000 лет назад, и можно было бы сказать, ну, видите, Христос же не пришёл, чего им было жить ожиданием Христа, значит, они их и правильно сделали. Но всё не так просто. Сам Христос, Он заповедовал в своей церкви в любой период времени, в любую эпоху, при любых обстоятельствах, при любой культуре, при любом благосостоянии, при наличии гонений и при отсутствии таковых, ожидать Его пришествия. И вот история показывает, что когда церковь, она теряла из своего фокуса вот это вот ожидание второго пришествия, ожидание Христа, она начинала впадать в какие-то нездоровые крайности. Там одни церкви начинали впадать в, так сказать, в серебролюбие, в накопительство богатств, в роскошь, в вот эти вот все роскошные убранства, в роскошное оформление своих храмов и так далее. То есть они как бы земное царство своё строили, потому что потеряли из фокуса небесное царство грядущее. Вот кто-то начал впадать в политику, начал плести всякие интриги с мироправителями века сего, создавать какие-то вот империи такие религиозно-политические. И опять же, это то, чем церковь не должна заниматься. Но церковь, которая утратила вот этот фокус на втором пришествии Христа, она рано или поздно скатится вот в какую-то из вот этих вот крайностей. И на самом деле для нас, хотя пришествие Христа и его хронология, оно может быть является и вторичным богословским вопросом. То есть это не тот вопрос, из-за которого мы будем кого-то там отлучать от церкви или называть еретиком, если он не так считает. То есть есть у нас, как вы знаете, ключевые доктрины, в которые мы верим, которые обозначены в символе веры, такие как божественность Христа, его непорочное зачатие. Ну и вы знаете все из символа веры. То эта доктрина там не раскрывается. То есть мы верим, что Христос грядёт. И на этом нам достаточно, как христианам. Но когда именно он грядёт, когда будет его пришествие по отношению к другим событиям, на эту тему, конечно же, существует разное мнение. И вот, ну скажем так, истерия предыдущего состояния карантинного, когда люди просто бездумно распространяли любую информацию, которая им попадалась, она, к сожалению, показала, что вот то, во что мы верим, оно очень сильно влияет на то, как мы живём. Я уже неоднократно повторял этот тезис, и я думаю, не лишним будет его ещё раз повторить, что наша ортодоксия, то есть наше правильное понимание библейских доктрин, она лежит в основе нашей ортопраксии, то есть то, как правильно мы практикуем свою христианскую жизнь, как правильно мы живём ежедневной жизнью. И вот эти два понятия, они очень сильно взаимосвязаны. И если у человека нету явного представления о том, когда придёт Христос, то в своей практической жизни, поддаваясь каким-то паникам, каким-то эмоциям, спекуляциям, манипуляциям, человек начинает просто верить во всякую ерунду и ещё её и распространять. И как раз вот эта ситуация, она и показала, что люди, которые не очень ясно представляют последовательность событий, они как раз наиболее были подвержены распространению всяких спекулятивных слухов. Конечно же, никто из нас не стал бы отрицать реальность грядущей Великой Скорби. Ну просто в Библии уже как бы слишком много о ней написано, много она предсказана и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, чтобы попросту сказать, что её, может быть, не будет, или она, может быть, уже была. То есть этого никто не станет отрицать. Но, однако, существует при этом несколько разных взглядов, ну в частности, три взгляда основных, на восхищение Церкви по отношению к этой Великой Скорби. То есть когда же будет это восхищение Церкви? Мы верим все, что оно будет, но мнение расходится когда? И вот тут как раз я вкратце хочу рассказать об основных мнениях и о том, какого мнения и почему придерживается наша Церковь, наше братство, вот наши, так сказать, преподаватели семинарий и вот прочие люди, которым мы доверяем. То есть одни люди считают, ну я начну немножко в другой хронологии, одни люди считают, что Христос, Он должен прийти в середине Великой Скорби. То есть они говорят, что вот то, что в Библии упоминается, начало болезней, это вот тот период, это как бы начало Великой Скорби, а уже когда дело дойдет до мерзости запустения, Церковь Бог свою заберет. Другие тоже говорят, что, ну смотрите, в Библии же написано, что время суду начаться с Дома Божьего. Вот они говорят, пожалуйста, посмотрите, вот вам прямое доказательство, что суд начнется с Дома Божьего, а потом как бы он для Дома Божьего закончится, Дом Божий пойдет на небо, а дальше будет суд всего мира. Но это тоже не очень правильное толкование, немножко вырванное из контекста, и там идет речь не о том суде, там идет речь о судилище Христовом, а не о том суде, который пойдет на всю землю. Другие говорят, что Церковь, она должна пройти Великую Скорбь для того, чтобы не подвергнуться осуждению с миром. Вот мир будет как бы судим, а Церковь, чтобы не была судима, вот тоже немножко нужно как бы вот там пострадать. Кто-то, я слышал еще такие мнения, говорит, что, ну как же Церковь вознесется до Великой Скорби, если во время Великой Скорби кому-то нужно быть свидетелями, кому-то нужно благовествовать и рассказывать людям о Боге, о том, почему их это постигло и как они еще могут спастись. Но я тоже не вижу для этого обоснования, потому что Библия говорит о том, что будут 144 тысячи других свидетелей из колен Израилевых, и это будет их время, их черед, так сказать, делать то, что они должны были делать раньше, ну как израильский народ. Ну и есть еще очень много разных мнений. Кто-то вот в Откровении, читая книгу Откровения, 12 главу, и видя там образ жены, которая спряталась с младенцем, они говорят, вот видите, это вот Церковь, она вот спряталась от скорби и так далее. Но опять же, в контексте книги Откровения, это скорее всего речь идет о жена в образе израильского народа, потому что мы Церковь, мы невеста Христова. Зато жена во всем Ветхом Завете всегда представлялась как дочь Израилева, то есть народ именно израильский. Поэтому мы такой позиции не придерживаемся. И на самом деле, если бы мы придерживались такой позиции, то вот эта вся паника, истерика, возможно, была бы и небезосновательной, потому что, ну все правильно, вот если это уже начинается, начало великой скорби, то, пожалуйста, может быть через три с половиной года мы как бы и вознесемся, может быть и есть смысл распространять эту панику. Но нет, мы этой позиции не придерживаемся, потому что она не очень библейская. Есть еще одна позиция, на мой взгляд, самая далекая от истины, самая ошибочная, это конец великой скорби. И опять эту позицию очень часто любят продвигать люди, которые, знаете, ну не все, конечно, которые где-то, может быть, сами в этой жизни пострадали за Христа когда-то в свое время, и сейчас они живут как бы с такой небольшой внутренней, ну не знаю, что ли, завистью, что вот их последователям вера дается слишком легко, то есть их не гонят за веру, их не наказывают, не бросают в тюрьмы, поэтому, ну вот ничего, вот и вы пострадаете во время великой скорби. То есть и они где-то тоже подтягивают какие-то места из Библии, говорят, что вот, мол, церковь, она всегда была подвержена скорбям, что Иисус предупреждал, что меня гнали и вас будут гнать. Но опять же, мы верим, что церковь всегда была подвержена скорбям, но это были скорби не гнева Божьего, это были скорби того, что церковь находилась в мире жестоком, и скорби были, скажем так, не по воле Божьей, это были скорби по определенному допущению Божьему. Мы знаем, что у Бога есть разные виды воль, у Него есть воля как бы прямая, директивная, вот когда Бог постановил, и так случилось. А есть воля как бы позволяющая. Когда Бог чего-то не хотел, но поскольку Он дал людям право выбора, о котором сегодня говорили предыдущие проповедники, то Он что-то позволяет. Так вот, мы должны понимать, что когда придет великая скорбь, это будет, скажем так, целенаправленный гнев Божий на эту землю. То есть если до сего дня Бог просто допускал гнев на свою церковь, гнев от Антихриста, от неверующих людей, от гонителей, то там будет явно Его действие, потому что там Иисус своей рукой снимает печати. Кто читал книгу Откровения, вы знаете, то есть Он снимает печати, это активное действие. И после этих печатей что-то происходит. То есть Он не просто сидит в стороне и видит, как эти печати сами там лопаются, и происходит какое-то наказание, а Он активно своей рукой это делает. Поэтому мы должны понимать, что церковь, она не предназначена на гнев Божий. Да, Бог допускает иногда, чтобы гнев неверующих людей проявлялся по отношению к нам, но церковь не предназначена на гнев Божий. И поэтому мы, наша церковь, наше братство, наши пастыря, наши преподаватели семинарий, ну я в частности знаю за Запорожскую семинарию, знаю за Ирпенскую семинарию, мы придерживаемся позиции, что церковь должна вознестись до великой скорби. В самом начале, внезапно. Мы считаем, что это единственная верная и правильная позиция, и как бы что-то скорбь, которая она придет, эта скорбь, она будет уникальна. И мы также верим, что пришествие Иисуса Христа, оно будет иметь две фазы. То есть первая фаза – это мы внезапно восхитимся и окажемся с Ним на облаке. Иисус в этот момент придет только за Своими. То есть это не будет, сейчас, как, знаете, модно говорить, Иисус, условно говоря, с этим миром, на этой фазе сохранит социальную дистанцию. Он не будет близко спускаться, он там на облаке подойдет и нас туда к себе заберет. Это будет первая фаза. А дальше будут разворачиваться события скорби. Будет Антихрист, будут печати, будут всякие начертания не очень хорошие. Но, к счастью, если мы будем сегодня бодрствовать, если мы будем сегодня находиться в правильном положении, то, в принципе, мы вообще себе не должны этим забивать голову, потому что мы не должны через это проходить, мы на это не предназначены. И если мы будем изучать внимательно Библию, вот кто знает, кто был, в прошлом году мы проводили курс по эскатологии, я его проводил, мы проходили, ну, наверное, у нас было штук 25 занятий, и мы проходили полностью весь курс от восхищения церкви до наступления вечности. Вот у тех людей, у них уже не должно быть вопросов, они знают, ну, для всех остальных просто говорю вкратце, что вот эти события великой скорби и вот этих вот семи лет того, что будет происходить, они предназначены не для нас, не для церкви, они предназначены для народа израильского, они предназначены для их покаяния. Те, кто читал книгу Даниила, я не буду цитировать дословно, чтобы сэкономить время, там было написано так, семьдесят седьмин определены для народа твоего и для святого города твоего. То есть это было обращение к кому? К Даниилу. Кто был его народом? Израиль. Какой был его святой город? Иерусалим. То есть вот этот период скорби, он направлен на израильский народ изначально. И если мы очень внимательно держим в фокусе израильский народ, и мы его не выбрасываем из виду притолкования Библии, то мы никогда не придем ни к какой другой позиции, кроме как к тому, что церковь вознесется до великой скорби. Потому что оставшиеся две позиции, они так или иначе, они вычеркают, можно сказать, роль израильского народа из Божьего замысла. Они говорят, что как бы, ну, Израиль сделал свое дело, Израиль может быть свободен, то есть сейчас уже Бог работает только с церковью, Он уже как бы с Израилем не имеет никакого дела. Вот если мы стоим на такой вот опасной позиции, на таком заблуждении, то тогда, конечно же, мы можем и в своих толкованиях прийти к таким же неверным выводам. Но если мы держим во внимании Израиль, то мы никогда не можем прийти к какому-то другому выводу. Иисус Христос в книге Откровения, в третьей главе, в десятом стихе, Он говорил такие слова. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть здесь Иисус Христос обращается, по сути, ко всем верующим, ко всем церквям и говорит нам, что если мы сохраним слово Его, сохраним терпение Его, то вот это вот година искушения, которая придет на всю землю, то есть это и есть великая скорбь, то Он нас от этого сохранит. И в этом, конечно, есть большое для нас преимущество и большое упование. И поэтому мы как раз придерживаемся этой позиции. Почему? Потому что у нас, опять же, есть на это ряд аргументов. Например, я вкратце очень скажу. Например, церковь, она нигде не упоминается в книге Откровения «Вперед скорби». То есть в первых трех главах Откровения, когда скорбь еще не началась, церковь упоминается аж 19 раз. А затем церковь упоминается только в 22 главе книги Откровения. То есть все в середине, церковь вообще не упоминается. Зато очень много упоминается Израиль. Упоминается колено, упоминается 144 тысячи и много-много других моментов. Также, читая послания апостолов, мы нигде не видим инструкций для церквей о том, как проходить Великую скорбь. Апостолы дают предупреждение о лже-пророках, о лже-апостолах, о том, как различать тех, кто говорит истину, от тех, кто приносит ереси. Церковь предупреждает о том, что придут времена, когда люди будут, ну, вернее, апостолы предупреждают, что придут времена, когда церковь и люди будут там сребролюбивы, будут отступать от истины. То есть об отступничестве, о нравственной деградации, о ересях в Библии есть предупреждение. О том, как проходить Великую скорбь, именно Великую скорбь, предупреждений никаких нет. То есть даже когда упоминается скорби в Библии, то пишется о нынешних скорбях, то есть претерпев в нынешних скорбях, то есть тех, которые вот сейчас происходят, скорбях от гонений, от всего. Вместо этого апостолы, они наоборот призывают людей, ну, церковь призывает людей радоваться, и они называют этот день и ожидание этого дня называют блаженным упованием. И скажите, какое было бы блаженное упование для нас, если мы должны пройти через скорбь? Да это никакое не блаженное упование. А вдруг нас, я не знаю, там посадят в тюрьму, будут там предавать каким-то там наказанием, пыткам, и мы сдадимся и отречемся от Христа. Какое же это для нас блаженное упование? Ну, то есть как бы нет никакого упования. Но апостол Павел наоборот говорит, утешайте друг друга этими словами, утешайте тем, что это будет блаженное упование, то есть это будет тот день, когда церковь, она будет просто моментально взята с земли и просто избавлена от этого. Вы знаете, друзья, что в Соединенных Штатах есть определенные правила на пассажирских авиалиниях. Там не могут работать два пилота. Вы знаете, что пилоты летают по два человека на случай каких-то, скажем так, ситуаций. Не могут работать два пилота на одном рейсе, если они оба христиане. Знаете почему? Потому что если будет восхищение церкви, то пилоты пойдут вверх, самолет пойдет вниз. Поэтому представьте себе даже этот безбожный мир, который в принципе формально он декларирует неверие безбожие, декларирует атеизм, декларирует, скажем так, свою приверженность к каким-то псевдонаучным теориям, но при этом боится и даже внедряет определенные правила, основанные на чьих-то, как они считают, религиозных предрассудках. Тогда вопрос возникает, если вы эти правила внедряете, так почему вы тогда неверующие? Может, тогда стоит признать, что это все реально? Поэтому действительно это событие произойдет. Но кроме библейских аргументов, которых я мог бы перечислить еще очень много, я когда-то проводил группу как раз на тему «Времени восхищения церкви». Я думал, проведу это за одну группу, но в итоге понадобилось три группы. То есть мы где-то в общей сложности шесть часов говорили по библейским аргументам в пользу восхищения церкви перед великой скорбью. Конечно же, я сейчас не буду об этих аргументах говорить, все-таки мы на проповеди, а не на какой-то богословской лекции. Поэтому скажу, какой для меня самый главный аргумент. Даже если бы библейские аргументы где-то были бы туманными, непонятными, лично для меня, и я считаю, что для церкви, какой самый главный должен быть аргумент, который бы дал нам правильное понимание, почему мы должны верить только так. Главный аргумент заключается в том, что по-настоящему, внезапным, может быть только восхищение церкви перед великой скорбью. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Внезапным может быть только восхищение в одном единственном случае. Ни в середине скорби, ни в конце скорби это восхищение, оно не может быть внезапным. Вот у меня когда-то был такой пример, когда-то я ездил на поезде, ну, я как много ездил на поездах, когда еще не было карантина, и обычно я ездил на, ну, скажем так, от конечной станции до конечной станции, ну, или от начальной до конечной. И, вы знаете, когда ты едешь до конечной станции, ты особо не напрягаешься, ты не заводишь себе будильник, ты утром спишь сколько угодно. Почему? Потому что приедет поезд, остановится, там проводники разбудят, скажут, давайте там, сдавайте постели, там кому чай, кому там до чая. Вот. И как бы, и ты знаешь, что в принципе спешить некуда. То есть придет это событие, и как бы, ты не останешься в поезде, то есть как бы, тебя попросят оттуда выйти. Даже если ты будешь медлить, даже если ты будешь это делать небыстро, то у тебя будет время для того, чтобы покинуть поезд. И здесь вот эта позиция, она мне напоминает как раз тех людей, которые ожидают, что Христос придет, ну, в середине или в конце великой скорби. То есть такая конечная станция. И эти люди, они могут сегодня особо не спешить, избавляться от каких-то грехов, от каких-то вот негативных моментов. Почему? Потому что они скажут, ну, вот придет скорбь, вот там будет видно. А если не придет, то еще можно будет подождать. Северно же Христос еще пока не придет, скорби нет, значит, и Христос не может прийти внезапно. И поэтому такие люди, они оправдываясь своим богословским заблуждением, они могут себе позволить жить в каких-то грехах, не участвовать в вечере Господней по несколько лет, потому что не закрыты какие-то вопросы важные, духовные и так далее. Но когда тебе нужно, если уже продолжать аналогию с поездом, когда тебе нужно выйти не на конечной станции, а на промежуточной станции, у меня один раз в жизни такое было, когда мне нужно было выйти на станции, на которой поезд стоит ровно одну минуту. И вот если ты как бы выйдешь на ней, то ты быстро попадешь туда, куда тебе надо. А если ты поедешь до конечной, то потом будешь еще полдня добираться или целый день до того места, где тебе нужно было выйти. Так вот, тогда я помню, я бодрствовал. Я завел будильник в себе несколько штук, на часах завел будильник, на телефоне завел будильник, просто там всю ночь спал тревожно, чтобы вот эту самую минуту не проспать и вовремя выйти из поезда. И вот, друзья мои, вот это вот ожидание, оно мне напоминает как раз вот это правильное ожидание, которое должно быть в каждом христианине, что мы вот точно так же само должны бодрствовать по отношению к пришествию Христа. То есть мы не можем себе позволить спать, дремать, расслабиться. Мы должны быть всегда готовы, потому что придет тот момент, когда восхищение церкви, оно будет внезапным. И представьте, если вы в этот момент находитесь в каких-то грехах, находитесь не в мире с Богом, находитесь в каком-то неправильном положении, вот представьте себе, как вы думаете, вы вознесетесь или нет, или останетесь на скорбь? Ну, я не буду отвечать на этот вопрос, пусть каждый сам на него ответит. Вот. Я просто лишь хочу показать, что эта внезапность, это, по сути, единственное условие или единственная возможность, чтобы восхищение церкви было внезапно, это только если она восхитится перед великой скорбью. То есть в любой другой позиции, знаете, я не могу сказать следующего. Я не могу, например, сказать, Христос может прийти сегодня или завтра. Если я верю в какую-то другую позицию, я не могу так сказать. Знаете, почему? Потому что в лучшем случае я могу сказать так, братья и сестры, сегодня могут начаться такие события, которые через три с половиной года или через семь лет приведут к восхищению церкви. Это будет честно, но с позиции любой другой богословской системы. Но я не могу сказать, что Христос придет внезапно. Другой недостаток любой другой позиции заключается в том, что если мы верим, что Христос придет до великой скорби, мы знаем, что Ему ничего не мешает прийти. Вот сегодня нет никаких помех, нет никаких неизбывшихся пророчеств, нет никаких других условий, чтобы Христу помешали прийти. В любой другой системе, опять же, я могу сказать, не-не-не, подождите, а где антихрист, а где печати, а где начертания? Нет, я пока этого всего не вижу, ну как бы никакого Христа мы ждать не можем, потому что вот это сначала должно произойти, а потом вот это. Вот, и как раз вот именно эта система, она заставляет нас бодрствовать и находиться всегда в состоянии, находиться всегда в состоянии вот этого бодрствования, потому что внезапным может быть только это событие. И посмотрите, друзья, если мы ждем с вами именно восхищения Церкви, то тогда нас не будут интересовать все вот эти мировые заговоры, нас не будут интересовать всякие печати антихриста, потому что мы их не будем принимать. Нас не будет на этой земле, когда всем обязательно будут раздаваться эти знаки, так сказать, отличия. Нас здесь не будет. Нам вообще не нужно этим забивать голову. Я, поверьте, сам когда-то проходил этот период в своей жизни, когда я верил в какие-то другие взгляды. И знаете, к чему меня это приводило? Что я большую часть своего времени я посвящал не тому, чтобы изучать Библию, молиться, слушать какие-то хорошие проповеди, а я это время тратил на просмотр бесчисленного количества разных видео, разных теорий заговора, разных политических событий. О, там красная корова родилась в Иерусалиме, о, там какой-нибудь пришел политик, который похож на антихриста. И вот эта вот жизнь такая, она просто является таким метанием просто из стороны в сторону, из крайности в крайность в поисках вот этих вот эскатологических спекуляций, в поисках подтверждения своих взглядов. И только если мы с вами ждем восхищения Церкви внезапно, перед великой скорбью, вот эта позиция, она абсолютно сохраняет нас от вот этих всех неправильных мотивов и ожиданий. То есть тогда мы будем вникать в Библию, будем следить за собой и будем знать, что буквально в любой момент, даже вот прямо сейчас это может произойти, и как бы следующую нашу минуту мы уже будем где-то на небесах проводить. Вот. Поэтому, конечно же, друзья, я уже буду заканчивать свою проповедь. Конечно же, в Библии на самом деле есть много упоминаний еще до того, как говорилось там, что Церковь будет восхищаться. Есть упоминания о людях, которые уже восхищались на небо. В частности, я могу привести четыре примера, которые они касаются, то есть я не буду брать пример Христа, потому что, ну, вы скажете, Христос – это Бог, конечно, он восхитился. Вот. Восхищался апостол Павел, и Бог ему там давал какие-то откровения, которые он потом не мог словами даже изречь. Восхищался Филипп, когда нужно было его перенести. Конечно, это не было восхищение полноценное, как на небо, но, по крайней мере, Дух взял человека с одного места и перенес его в другое место. Восхищался пророк Илия на небесной колеснице. И если так уже хронологически двигаться назад, так сказать, в прошлое, то первый человек, о котором мы знаем, что он восхитился, это кто был? Енох. Библия говорит, это Бытие, 5 глава, 23-24 стих, говорит, всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Смотрите, такое короткое описание. Ходил Енох перед Богом. Не сказано, что Енох делал какие-то обряды выдающиеся, что он, может быть, там был каким-то священником, или он там создал какую-то, я не знаю, там церковь или какую-то там, ну, скинью. То есть этого ничего нет. Просто человек ходил перед Богом и был искренним. И написано, что Бог его восхитил, его не стало. Вот, друзья дорогие, мне кажется, что вот в этом стихе коротком для нас, для всех, есть определенный такой намек. Вы знаете, что Библия, она ничего просто так не содержит. И очень часто какие-то события прошлого, которые описаны в Библии, на самом деле цель, по которой они помещены в Библию, это чтобы указывать на будущее и давать нам какое-то понимание этого будущего. Так вот, чтобы мы, чтобы у нас была уверенность в том, что мы вознесемся подобно Еноху, то что нам нужно делать? Нам нужно ходить перед Богом, быть искренними. Потому что сегодня очень много людей, к сожалению, есть такие, которые научились ходить перед церковью, там, перед пастором, перед друзьями, там, показывать какую-то благочестивую, такой вот фасад благочестивый, но при этом перед Богом они не ходят. И есть большой риск, что такие люди, они могут быть оставленными. Я не хочу, опять же, на эту тему спекулировать, потому что пусть это будет тот вопрос, над которым вы поразмыслите сами, как бы внутри себя. Единственное, что скажу, когда-то я слушал очень много проповедей такого известного проповедника, как Эдриан Роджерс, и вот мне запомнилась одна фраза. Мне вообще много фраз запомнилось из его проповедей, но запомнилась одна фраза. Вот он говорит, что, смотрите, в Библии написано, что сказал безумец, что нет Бога. И дальше написано, и они развратились, начали делать непотребное. Он говорит, конечно же, Библия называет этого человека безумцем, но говорит, я понимаю, что у этого безумца хотя бы есть какая-то логика. Да, он ошибается, он заблуждается, но у него есть логика. То есть он пришел к выводу, что Бога нет, и начал делать то, что следует из его логики. То есть раз нет Бога, то ешь, пей, живи, завтра все равно умрем. И он начал действовать, соответственно, со своей верой. То есть он поверил в отсутствие Бога и начал жить, как будто бы Бога нет. Но он говорит, я не понимаю других безумцев. Я не понимаю безумцев, которые, на мой взгляд, хуже того безумца, о котором говорит Библия. Я, говорит, не понимаю тех безумцев, которые ходят в церковь, которые говорят, что Бог есть, и у них нет никакой проблемы с верой в Бога на уровне фактов. Они верят, что Бог есть. Но при этом эти люди живут так, как будто бы Бога нет. Вот, говорит, вот это для меня вообще парадокс. Я не могу таких безумцев понять. Поэтому, друзья дорогие, я призываю вас, чтобы мы поразмыслили над своим христианским хождением, над своей жизнью, чтобы мы проанализировали свои сердца, чтобы мы ходили правильно перед Богом, друзья, потому что это очень важно. И тогда, подобно Еноху, мы тоже восхитимся. Также, друзья, помните, что восхищение церкви, оно будет внезапно, оно будет неожиданно, поэтому готовьтесь к нему вот прямо сейчас. Не смотрите, не ведитесь на какие-то провокации, на какие-то спекуляции, потому что это все люди, которые просто хотят получить ваше внимание, хотят украсть у вас частичку веры. Вот та вера, которая принадлежит Богу в все целое, они хотят отщипнуть частичку, чтобы вы поверили каким-то ихним доводам, их видео каким-то. Поэтому сохраняйте здравомыслие, сохраняйте трезвость. Если вы сегодня еще не примирились с Богом или где-то находитесь в каких-то грехах, то я вам хочу что сказать, что сегодня намного проще примириться с Богом, потому что сегодня наш выбор стать христианином, он нам практически не стоит ничего. Ну, я говорю конкретно за нашу страну, я сейчас не буду говорить за исламские страны, за какие-то враждебные к христианству страны, ну, вот я говорю за нашу страну, сегодня ваш выбор жить благочестивой жизнью вам не стоит вообще ничего. И для вас, по сути, это приобретение вечной жизни, оно, по сути, бесплатное. Да, оно не бесплатное для Христа, потому что Он заплатил за Него своей святой кровью. Но оно бесплатное, по сути, для вас. Но, друзья, помните, что если вы момент своего примирения с Богом отложите до того момента, когда исчезнет церковь, когда исчезнут праведники, вот тогда ваш выбор уверовать и покаяться, он будет вам стоить очень дорого. Опять же, это не значит, что вы сами заслужите себе вход в небеса. Конечно же, и в том, и в том случае причина, по которой вы попадете в вечность, это смерть Христа. Но здесь на земле будет такое происходить, такое гонение, что все там подавления протестов в Белоруссии, все там какие-то мятежи, бунты, они вам просто детским садом покажутся по сравнению с тем, что здесь будет происходить с теми, кто захочет уверовать, кто захочет покаяться. Библия говорит о том, что людям будут отсекать головы, что будет все очень серьезно. Поэтому, друзья, просто ходите перед Богом, живите, так сказать, Божьим ожиданием, и тогда вместо того, чтобы распространять панику, лучше распространяйте надежду, распространяйте упование, утешайте друг друга этими словами. И на самый-самый последок, прочитаю буквально последний стих из Писания, это Откровение, 22 глава, 16 стих. Там говорит Иисус Христос. «Я и Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Друзья дорогие, я размышлял над вот этим вот примером, почему Иисус себя называет звездой светлой и утренней. Почему именно утренней звездой? Обычно, когда мы думаем о звездах, мы себе представляем темноту, ночь, сумрак. Но почему Иисус себя называет утренней звездой? Да потому что, чтобы увидеть утреннюю звезду, во-первых, нужно бодрствовать, нужно не спать. Вы знаете, что легко не спать ночью, особенно если ты поздно встал, ночью легко не спать. Но вот под утро, когда уже рассвет, ну очень тяжело оставаться бодрствующим и не спать. И чтобы увидеть звезду ночную, ее проще увидеть. А чтобы увидеть звезду утреннюю, то нужно как минимум бодрствовать и не спать. Это первый момент. И второй момент – ночью звезду увидеть проще. Она более яркая, она более видна. А вот чтобы увидеть звезду утреннюю, когда уже рассвет, нужно очень внимательно смотреться в небо. И вот только тогда мы ее увидим. Вот поэтому, я думаю, Христос себя и называет звездой светлой и утренней. Потому что увидит его в смысле восхищения Церкви тот, кто будет, во-первых, не спать, будет духовно бодрствовать и будет внимательным ко всем происходящим моментам духовным. Поэтому, друзья, дорогие, я призываю вас поразмышлять сегодня над этим, задать себе вопрос, готовы ли вы к этому событию, готовы ли ваши семьи, все ли у вас в порядке с духовной жизнью. Если да, то, слава Богу, вы молодцы. Если нет, то пусть для вас это будет назиданием и шансом привести свою жизнь в порядок, поправить свои светильники для того, чтобы нам ожидать пришествия нашего Господа. Аминь.